Теперь давайте, задача, с одной стороны, тоже не сложная, а с другой стороны, одна из главных демократов, и вам ее предстоит использовать в огромное количество разумов. Если последовательность ограниченная, то у нее есть сходящаяся подпоследовательность. Сразу скажу, я, конечно, сейчас совершенствую предоставку, потому что я не построил вам множество веществ, и при этом я уже считаю, что вы уже знаете, что там они каждый день записываются в десятичную систему счастливей и так далее, и так далее. Это единственный быстрый способ учить Анастасия, потому что если я начну строить его со всеми, так сказать, точностями, абсолютно честно, то большинство из вас просто в какой-то момент потеряет нить. Это также, когда учат геометрию, надо как можно быстрее лечить реальные задачи решать, а вот эти аксиомы, это лучше потом, потому что если по-настоящему все строго делать через аксиомы, то это настолько много времени занимает, что человек обычно уже забывает раньше, чтобы это делать, да? Итак, сейчас мы считаем, что процесс построения вещественных чисел уже прошел, и мы уже занимаемся на шестой месяц или сихвой месяц, но очень много времени прошло. Если я сейчас потребую от себя и от вас строго построения вещественных чисел, то просто большинство из вас реально не выдержит. И это нормально. Вначале всегда нам нужны по сути, а потом нужно обновать как-то идеально точно, строго, и тогда они все делают. Вот. Итак, посмотрите, и поймите, что это хорошо. Мы доказываем то, что сходящиеся последовательности ограничены. Да. А вот в некоторых случаях наоборот, только не сама последовательность сходящейся, а у нее есть подпоследовательность. То есть можно часть члена уничтожить и сделать последовательность хорошей. Так, кстати, понятно, почему нельзя сказать, что сама подпоследовательность сходящаяся? Потому что последовательность бывает с самой стороны. Вот такая последовательность. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. У нее есть подпоследовательность из всех нулей, примечающихся нуля. У нее есть подпоследовательность из всех единиц, примечающихся единиц. То есть сама она туда не стремится. Поэтому правильно. Последовательность надо. Можно брать и предыдущую задачу. То есть мы берем сначала одно число, а первое значение, а потом мы берем только значения, которые либо больше, либо равны предыдущему и так далее. Вы хотите из нее искать возрастающую последовательность? Проблема. А если она вся из себя убывающая? Хорошо. Тогда вы скажете, что вы будете искать убывающую последовательность? А если она вся из себя возрастающая? Тогда вы мне должны ответить, что я найду или не убывающую, либо не возрастающую. Это можно сделать, но эта задача намного тяжелее, чем та, которую я умею. Постараемся ее тоже решить как-нибудь, но это намного тяжелее. А вот то, что я вообще сказал, это одна очень легкая, важная. Очень много раз используемая в анализе. Одна из важнейших. Я поэтому не буду лист. Сразу ее рассказал. Я сейчас успею подобрать. Хорошо. Давайте я... Давайте я вам скажу, что как-то раз нехороший дяденька стал уничтожать людей. Жили-были люди. Он на них напал и кого-то там перебил. Замечательно. Но не все остались. После этого дядя бессмертный, он еще кого-то убил. Но не всех остались. Прошло еще сто лет. Опять напал. Говорят, есть ли все время. Хотя бы немножко мужчина и женщина остается. И в результате человечество его не прикрывается. Понимаете ли вы, что в таком случае на самом деле существует последовательность, которая начинается от Евы и идет до безданности? И мы. Понимаете? Это совершенно, в общем, замечательный факт. Смотрите, у Евы... Ну, будем сказать, ну... Вернее так, биологи вроде говорят, что ты права. Женщина, ну, потомками которой являются все люди. Вроде бы Ева права существовала. У Евы было какой-то, конечно, детей. Да? Замечательно. У них там были дети. Так, я сейчас смотрю только на женщину. Вот. А мужчины не самое главное. Нет, можно было то же самое рассматривать с точки зрения мужчины. Но давайте выберем на женскую точку зрения. Итак, была Ева. У нее были дети. Смотрите, эти не дали детей дальше. Все, это глухло. Вот. Такое бывает. Бывает, что там, ну... Может быть, их убили. Может быть, их убили. Может быть, их убили. Может быть, они... Что-то еще произошло. Бывает по-разному. Ребята, но если человечество ни в какой момент не остановилось, то мы смотрите, как можем обсуждать. Мы можем про каждого человека задать вопрос. Вот если с него начать, то человечество исчезает или нет? И вот если с этих исчезает, то мы ее просто зачеркиваем. И вот этот зачеркиваем. И вот этого зачеркиваем. А дальше, ну, скажем, если здесь исчезает, то мы ее приметаем. А, то есть мы идем, идем... Мы убираем тех, после которых человечество исчезает. Вот если их дети рождаются, но все время будут те, у кого бесконечно. И мы из них сможем собрать. Понятно? А как доказать то, что такие есть? В смысле? В каждом этапе. Да. Потому что их каждый момент времени у людей конечное число. И если у каждого из них человечество выводит после них, их дети, то и все выводят. Если мы знаем, что... Человечество не будет доказать. Нет. Нет. Еще раз. Я сказал, что по услугам. Ну что, пусть у нас есть бесконечно существующие человечества. Мы просто пытаемся доказать это. Не было решения задач. Я просто попытался вам примерно объяснить, чем я сейчас должен заниматься. Мы должны заниматься примерно вот такой деятельностью. У нас есть последовательность, которая может тебя как-то странно вести. Ну так, чтобы последовательность. И тот из них умер. И тот из них дал наоборот свое потомство. И так далее. Мы мало что знаем про это. Вот. Понимаете? Но, в принципе, если мы знаем, что последовательность бесконечна, ну или человечество, если мы знаем, что это бессмертно, то тогда найдется такая бесконечная. Вот примерно так сейчас надо обсуждать. Нет. Может, мне немножко зря в философию полез. Еще и предел найти. Куда стремиться? Куда стремиться? Ну, по этому, что и раз ограничено, то есть хоть какого-то предела. Нет. Нет. Один-два-динва. Но он подписан. То, что мы сейчас ищем, называется частичный предел. То есть не предел для всей последовательности, а предел для ее под последовательности. Часть этого последовательность можно выкинуть и... Но все-таки она последовательность. С конечностью. Еще раз. На левой доске то, что написано. Все понимают? Да. И это было очевидно, да? Это было очевидно. Но это было легко, потому что там было понятно, куда стремиться. А здесь непонятно. А здесь непонятно. Здесь можно строить предел одновременно с построением нашей последовательности. Вот как видите. Ну что, рассказывали? А, да. То же самое, что попробовать здесь придумать последовательность. И потом выучились. И так, я сейчас рассказываю вам... Ребят, это действительно очень важный фактор. Нарезать. Показываю вам согласительный предел. Поехали. Что значит последовательность ограничения? Значит, на вещественной силе. Есть какой-то отрезок, на котором вся эта последовательность расположена. Так? Совсем все. Помните об этом? Последовательность ограниченная. Если существует такое число, что все очередные последовательности по модулю меньше этого числа. Так? Отлично. Я беру какое-нибудь целое число, которое расположено левее левого конца. И какое-нибудь другое, которое расположено правее правого. И в таком случае у меня уже вся эта последовательность расположена между двумя целыми числами. Так? Да. Так. А дальше еще простая идея. Целые числа отличаются тем, что можно пройти единичными отрезками между двумя. Согласны? И теперь каждому члену последовательности я задам вопрос. На этом отрезке лежишь? Секунду. Вот на этом отрезке лежишь? От N до N плюс 1. На отрезке от N до N плюс 1. Ну, кто-то ответит, да. Кто-то ответит, нет. И есть два варианта. Либо на этом отрезке лежит конечное число членов, либо бесконечное. Правильно? Не обязательно все. Начиная с тех пор. Не обязательно. Но может быть, что бесконечное число членов. Так? Бесконечное это все. Так вот. Если конечное, то я их уничтожу. И передвинусь от N плюс 1 до 1. Понимаете? Угу. То есть на каждом отрезке конечное число, то и всего. Да. А такого не бывает. Последователь бесконечный. Да. И еще член последовательности это не имеется в виду точка. А это еще лучше точка с номером. То есть если в какую-то точку она попадает бесконечное число раз, то это мы считаем. Понятно, да? Точку считаем только раз, сколько она написана по зависимости. Вот. Замечательно. Значит, рано или поздно я передвигаюсь по этим отрезкам, найду какой-то отрезок, на котором бесконечное число членов нашей последовательности. Согласны? Угу. И дальше замечательная идея. Я все остальные зачеркну. Образдник. Просто внимание. Здесь было бесконечное число членов, поэтому хоть я и зачеркну, но их осталось бесконечное число. Да. Все понятно? Замечательно. И вот тот, который с наименьшим номером из оставшихся, это и будет первый член от последовательности. Смотрите, что произошло. У меня первый член лежит на отрезке от К до К. Понятно? Да. Из всей последовательности я оставил бесконечное число членов, но при этом все оставленные лежат на отрезке от К до К плюс 1. Пока что понятно? Да. Замечательно. А дальше очень простая вещь. Я отрезок от К до К плюс 1 делю на 10. Идея понятна? Каждый мяч я от последовательности спрашиваю. Ты принадлежишь отрезку от К до К плюс 1 до 10? Опять. Либо будет бесконечно много сказавших, что принадлежит. Либо будет конечное. Если конечное, то я эту отрезочку отбрасываю. Ну, понимаете, первый член от последовательности я уже сказал. И перехожу к следующему. Рано или поздно я найду такой отрезочек. Который обладает значительностью с насекомыми. Таким свойством. Что на нем бесконечное число членов нашего зависимости. Тот с наименьшим номером, который не отложит. И который больше, по-моему, чем тот, который я уже взял. Это будет второй член. И так далее. Понимаете? Да. Все остальные я переведу. Уничтожаю. Остался у меня уже маленький отрезок. Длиной одна десятая. И осталась бесконечная последовательность. И я уже выбрал первые два члена. Сколько она тысяча? Да. Я его делю на 10 частей. Понимаете? Кисленное число. Да? Замечательная, замечательная вещь. У любой ограниченной последовательности есть сходящаяся последовательность. Слушайте, давайте же я два слова скажу. А как искать убывающую, не убывающую и не достающую? А вот как? Мы уже построили, что вот она сходится к какому-то числу, да? А дальше нужно сказать так. Первое. Если бесконечно много из членов этой последовательности равны этому числу, то мы их просто выбираем, и это и будет последовательность, которая постоянная. Хорошо. Если бесконечное число членов этой последовательности строго меньше, то в таком случае, наоборот, строим безрастающие. Объясняю. Их бесконечно много слева, но последовательность стремится к этому числу. Поэтому рано или поздно среди них найдется число, которое больше, чем этот предел минус один. Потом есть число с большим номером, которое больше, чем этот предел минус одна вторая. И так далее, и так далее. Значит, если слева лежит бесконечно много, то мы нашли возрастающую последовательность стремящихся к этому пределу. Хорошо. А если слева бесконечно много нет, и вот это, что не бесконечно, значит, бесконечность должна быть справа. Но если справа бесконечно много, то есть умывающая последовательность, стремящаяся более далеко. Ну так, строящаяся, что там сначала берем любой, потом берем тот, который по номеру больше и ближе. Ближе.